Алексей Старобинский А какие сегодня есть интересные направления, на Ваш взгляд? Таких очень много, но я останавливаюсь только на узком. Если взять в стране нашей Вселенной, то есть то, чем занимается космология, то есть здесь самое важное направление, во-первых, исследование природы, темной материи, темной энергии, а другое, о котором я сейчас рассказывал, это история Вселенной. Мы давно знаем, что в нашем состоянии предшествовал горячий большой взрыв, так вот сейчас мы отказали, что ему предшествовала новая стадия, вот инфляционная или доситовская стадия, которая была, в таком смысле, максимально, сколько возможно, сколько законы физики дозволяются, максимально упорядочно. А если говорить о причинах инфляции, что является инфлатоном? Ну причиной, что является движущей силой, которая на стадии инфляции? Ну, движущей силой, вот, является такое специальное состояние материи, так вот, как я уже сказал, это состояние материи качественно, очень похоже на то, которое основное форма материи имеет и сейчас, то есть оно очень близко, хотя не совпадает с космологическим постоянным Эйнштейном. Мы видим замечательный качественный поддольный, то есть отсюда видно, другой вопрос, как эти состояния связаны с известными частицами, но это вопрос другой. Отсюда видно, что природа любит такие высокосимметричные состояния и пьяния. Они уже и дважды, фактически, встречались в истории Вселенной очень давно, в прошлом и сейчас снова. Вы говорите именно как о состояниях, а природа самой силы какова, которая расширяет Вселенную на стадии инфляции? Она, это какая-то отдельная сила или она имеет что-то общее с темной энергией? Нет, ну вот она сказала, что природа является то, что можно назвать первичной темной энергией, и я чё говорю? Качественно, она очень похожа на ту темную энергию, которая есть сейчас, хотя отлично ее свойства по числам, по эффективной плотности, например, отвечают колоссально. И она, в общем смысле, соответствует отталкиванию. Отталкивание, в отличие от такой критерии, который есть в Путяге, она соответствует отталкиванию. Другое дело, что это очень специфическое отталкивание. Скажем, два тела друг от друга отталкиваются, но тело и отсутствие, и пустое место тоже отталкиваются, и два пустых места отталкиваются. Поэтому это отталкивание можно целиком представить как изменение масштабного фактора однородных и затратных сил. Субтитры создавал DimaTorzok